Итак, у нас на связи Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Михаил, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас показывали, соответственно, выступление на брифинге Громова, где он рассказывал, что есть информация о планах Путина выйти на границы Донецкой области, административной границы Донецкой области, к 15 сентября. Скажите, пожалуйста, вообще, какое есть представление о нынешних планах российского руководства и насколько им суждено сбыться? Ну, у нас постоянно есть представление о тех планах, которые Российская Федерация по вертикали, военной вертикали спускает вниз. Они не скрывают, что они хотят действительно выйти на админграницы Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Правда, периодически смещают дату, к какому-нибудь круглому числу нужно туда выйти. Поэтому задача Донецкой области, ведь, по сути, для какого-то хотя бы легитимного, как себе представлял президент Путин, когда он объявлял о начале специальной военной операции, вы помните, да, 22-го, или когда там проводили Совет безопасности, соответственно, они говорили, что мы должны будем освободить Донецкую и Луганскую область. Я, правда, не совсем понимаю, что значит освободить области, принадлежащие суверенному другому государству. Но, тем не менее, и вот этот план, они сегодня как бы демонстрируют, что мы не закончим ничего, пока не дойдем до границ Донецкой области. Скажите, пожалуйста, при этом вообще есть ли у вас представление о понимании российской стороной реальности этой войны? Ну, потому что мы, знаете, мы с вами и не только с вами уже полгода обсуждаем, что все явно пошло не по плану. Ну, то есть, наверное, ни у одного человека в мире не будет ощущения и веры словам российских властей, что они так и планировали. Шесть месяцев воевать, потопить крейсер Москва, значит, потерять огромное количество солдат, начать на фронт отправлять заключенных, которые будут перестреливаться с ФСБшниками и сами с собой. Ну, то есть, вряд ли есть хоть один человек, включая Владимира Путина, который в это поверит. Но при этом, на ваш взгляд, насколько в российском руководстве здраво оценивают военную ситуацию сейчас на фронте? Это какой-то оксюморон, да, здраво оценивать что-то и российское руководство. Нет, безусловно, они здраво не оценивают. Мы об этом действительно уже неоднократно говорили. У них очень слабая аналитическая группа. И сейчас, независимо от того, что шесть месяцев войны, всё равно внятного анализа, как дальше выходить, сценарного анализа, что нужно делать сегодня, как выходить из войны или не выходить из неё и так далее. Нет, вы знаете, тут причина глубже, намного глубже. Это причина психологии, прежде всего. Они ввязались в драку, и уже теперь, независимо от того, что драка идёт не по их сценарию, и что они выглядят в этой взраке крайне невзрачно. Знаете, когда в драке ты выглядишь плохо, но выйти из неё уже не можешь, потому что ты внутри себя психологически не готов из неё выйти, потому что всё ещё веришь, ещё раз подчёркиваю, ты ещё веришь, что ты можешь нанести какой-то нокаутирующий удар, что тогда такая возможность ещё есть. Неважно, какой именно нокаутирующий удар. Вот у нас поэтому и появляются такие эксцессы, как даже Запорожская атомная электростанция, как, условно говоря, зерновой кризис, который долгое время там фигурировал в качестве инструмента давления. Сейчас энергетический продолжающийся кризис, который пытается России спекулировать, по поводу газа, вы видите, да, цена газа 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров и так далее. То есть всё-таки российское руководство, оно, к сожалению, мало того, что обладает очень слабыми личными аналитическими способностями, так ему и не удалось построить вокруг себя какую-то группу, которая предоставляла бы разные анализы, не боялась бы защищать эти сценарные прогнозы и так далее. Ну и, наконец, третье. У такого типа людей, которые сегодня управляют Российской Федерацией, у них действительно вот это чувство ожидания, что я могу из штанины достать кирпич и нанести нокаутирующий удар в другой стороне, он до сих пор доминирует в их представлении о типе войны. Безусловно, война будет идти не по сценарию России, она уже идёт не по сценарию, и дальше будет только ухудшаться. Единственное, что мы должны учитывать, это готовность, к сожалению, готовность Российской Федерации, я имею в виду нынешнее политическое руководство Российской Федерации, жертвовать всё больше и большим количеством собственных людей, для того, чтобы достигнуть хотя бы какой-то цели. Помимо той самой реальной настоящей войны, за которой мы следим вот уже полгода, мир пытается объявить России экономическую войну, и, например, на саммите G7 было объявлено о введении потолка на российскую нефть, потолка цен. Как вы оцениваете этот шаг, насколько он вам кажется смелым и нужным? Ну, безусловно, мне бы хотелось, чтобы шаги были более резкими и более изоляционистскими для российской экономики, но это невозможно. Давайте объективно понимать, что вот всё, что делают сегодня наши партнёры, я имею в виду Евросоюз, Соединённые Штаты, Великобритания, это всё разумно. Да, это не с той скоростью и не с той интенсивностью, но вы понимаете, что глобальная экономика, она же очень взаимосвязана, то есть уже давно не было каких-то отдельных анклавов экономических, которые сами по себе существуют, там сами по себе развиваются, на внутреннем сырье находятся. И Россия тоже была долгое время интегрирована и инкорпорирована хорошо в глобальную экономику и позволяла зарабатывать деньги не только своим, безусловно, безупречным олигархам, которые имеют хороший вкус на определённые элементы роскоши, но и позволяла зарабатывать собственным экономическим элитам в европейских странах. И, конечно, сразу это разорвать в полном объёме очень тяжело. Но, тем не менее, что очень важно, и вот это решение, о котором вы говорите, которое сегодня принято в рамках G7, предложить ограничить потолок цен и рекомендовать всему Евросоюзу, я думаю, что это и будет сделано, чтобы все страны Евросоюза придерживались этого потолка, это говорит о том, что вот этот маховик санкций экономического изоляционизма России, то есть изолирует Россию, он уже бюрократически необратим. Я ещё раз повторяю, так как Россия не обладает аналитическими, прогностическими способностями, она не понимает, что даже если война сегодня закончится, допустим, на условиях Украины, и Россия потеряет что-то, с чем она входила в войну, то вот эти экономические последствия всё равно будут иметь 5, 6, 10-летний отстроченный эффективный результат. Это чрезвычайно опасно для российской экономики, то есть она и так была очень сомнительного качества, это же кривая экономика, там и переработки-то в основном не было такой существенной, а сейчас после всех этих санкций это будет только ухудшаться. И сегодня я бы даже сказал, что прозвучал ещё более симптоматичный сигнал для российской экономики, это UnionPay, финансовая система китайская, которая отказалась работать с целым рядом российских банков, и это говорит о том, что для России в принципе рынки возможностей и альтернативные рынки скушаются, то есть она будет всё более и более в визоцелянистском положении находить или сильно дисконтироваться. Михаил, но при этом не успели они обсудить и даже возможно договориться о потолке цен, как сразу начались разговоры о том, что нужны исключения, нужны какие-то послабления для стран, для которых это будет тяжёлым временем и всё такое. Ну то есть это же основная проблема, которую мы наблюдаем последние полгода. Вроде бы готовится какое-то жёсткое решение, которое действительно может ослабить Россию, в итоге принимается половинчатое, и на выходе мы видим, что Россия ещё и денег на этом зарабатывает дополнительно, на этих рынках. Как вам кажется, в чём глобальная причина этого? В непонимании того, как это устроено, в несерьёзном отношении? Или там, не знаю, наоборот, может быть, это я утрирую, и они всё делают правильно. Как вы это воспринимаете? Майкл, всё дело в человеческой природе. Вот вы понимаете, что вокруг отношений с российской системой, а сейчас она спекулятивна, я имею в виду с российской экономической системой, мы об этом только что говорили, там было очень много интегрированных, многомерных связей, и внутри стран Европы, в которых российский бизнес так или ино участвовал, особенно сырьевой бизнес. А вокруг этого всегда формируется своего рода индустрия, в том числе лоббистская индустрия, в том числе среди политиков, которые зарабатывают на обслуживание приоритетных бизнес-проектов, которые имели отношение к Российской Федерации. Это тысячи людей разного уровня влияния на разных уровнях политической ответственности. Они входили и в партии, они входят и в государственные органы, в разных странах. И, естественно, вот этот весь лоббистский потенциал, это не то, что они поддерживают, допустим, Россию, с идеологических позиций или с политических позиций. Нет, они просто хотят остаться в том уровне жизни, который позволял им поддерживать именно вот это обслуживание лоббистского бизнес-интереса в Российской Федерации. Так вот эта вся индустрия, она ломается. Но она ломается, понимаете, как бы с кровью. Эти люди не хотят отказываться. Они уже обленились. Они очень хорошо получали и зарабатывали деньги. И в советы директоров входили. Вернее, да. И входили в другие управленческие органы. И непосредственно были политиками, которые так или иначе получали непрямые деньги от российского сырьевого бизнеса. Это гигантская индустрия. Вот эта теневая часть ее даже гораздо больше, чем вот то, что мы с вами понимаем с прозрачной точки зрения. Вот смотрите, Новотек буквально вчера заявил о том, что будет выплачивать Total Energy компании 400 миллионов долларов выплат дивидендов, которые они получили. Это существенная сумма. И это только то, что объявлено. А сколько не объявлено. И вот смотрите, инерционно Европа принимает фундаментальные решения, которые будут ограничивать возможности дальше существовать вот этого всего, всей индустрии серой. И в то же время инерционно она еще продолжает сопротивляться. И, конечно, есть определенный переходный период. Я приведу другой пример, чтобы было понятно, о чем я говорю. Смотрите, возникла концепция запрета, визового запрета, ограничения визового для российских граждан с точки зрения туризма. Так вот, были жесткие предложения, например, Польша, Литва, Латвия, Эстония предлагали максимально жестко запретить практически выдачу всех шенгенских виз. Но смотрите, Европа же не пошла на радикальные меры, но Европа пошла в любом случае по этому направлению. И принято, скажем так, компромиссное решение отменить упрощенный режим получения виз, то есть удлинить срок получения, увеличить стоимость получения, отменить многократные визы, ограничить возможность получения определенным категориям граждан и так далее. Это говорит о том, что Европа все равно делает первый шаг в этом направлении. И если политическая позиция российского руководства не будет меняться, безусловно, то Россия в любом случае постепенно будет изолироваться от Европы, несмотря на всю вот эту серую, скажем так, лоббистскую инфраструктуру. Ну тут, наверное, хочется так хранично спросить, чем украинцы могут помочь этим самым людям, которые теперь с кровью вынуждены ломать свою старую сложившуюся систему. Но давайте тогда вернемся к войне. Я понимаю, что вопрос очень сложный и требует аккуратного комментария. Все-таки в начале недели было объявлено о начале контрнаступления. Что бы вы могли сказать по этому поводу уже к концу этой недели? Есть ли что-то, что вы можете объявить публично? Да нет, я думаю, что... Смотрите, мне кажется, вообще неправильно говорить о каком-то ситуативном контрнаступлении, которое в 12.00 началось, в 21.00 завершилось результатом. Нет, эта война будет еще длиться какое-то время, она будет очень тяжелой, потому что, исходя из того объема ресурсов, который сегодня Россия все еще имеет по линии фронта, по 1300 километров линии фронта, он достаточно объемен. Что можно сказать за эту неделю с точки зрения... И наше контрнаступление, я бы сказал, что оно идет по всей линии фронта, по сути, увеличением, существенным увеличением интенсивности обстрелов логистических центров. Ну и вот, как вы видите по Херсону, если мы уже говорим по южному направлению, то там крайне эффективно работают именно по мостам для того, чтобы обеспечить недоставку резервов и недоставку снабжения той группировки, которая находится в Херсоне и рядом, в районе Херсона и так далее. Но точно такие же события происходят и на Мелитопольском направлении, и на Харьковском направлении. Соответственно, по сути, интенсивность боев, интенсивность, вернее, обстрелов тыловой инфраструктуры увеличилась за эту неделю в 2-2,5 раза со стороны Украины. И это очень важно. Почему? Потому что Россия понимает, что вот это, как они там говорят, продвижение куда-то, лёгкого и прогулки с хорошим снабжением. У них там были складские, скажем так, складская инфраструктура, была 1-2-3 порядка, она фундаментальная была, то есть она позволяла вести в день по 40-50-60 тысяч выстрелов наносить по всей линии фронта. Вот сейчас всё это ломается и ломается очень агрессивно с нашей стороны. И мы будем считать, что вот эта изоляция, собственно, живой силы от снабжения и от резерва, она позволит выдавливать нам, минимизируя потери, которые мы могли бы нести, если бы шли в лобовую атаку, как это принято в российской армии. Михаил, смотрите, я с коллегой Русланом Левиевым, который будет в нашем эфире сегодня чуть позже, в ближайшие к 8 часов, мы ежедневно стараемся следить за тем, что происходит на фронтах, за сообщениями, поступающие с разных сторон и прочее. И я всю неделю вижу абсолютно непривычную, удивительную для меня ситуацию. Я сейчас вам её опишу, а вы, может быть, поможете мне разобраться, как такое возможно. Значит, с одной стороны, с понедельника идёт там некоторое контрнаступление. Мы видим отдельные, собственно, выбитые бригады из-под Херсона и всё остальное. Однако украинское руководство, украинские официальные лица, включая вас, очень сдержанно о нём говорят, постоянно подчёркивают, что, значит, не надо как-то слишком перевозбуждаться по этому поводу, и не надо как-то, значит, чего-то сильного ожидать. С другой стороны, есть Министерство обороны Российской Федерации, которое, оно очень активно сказало, что, да, в первые дни сказали, наступление действительно было, мы убили там 5 миллионов человек, которые наступали, значит, уничтожили всю технику в этом мире и прочее, прочее. Но вот это пока на уровне обычной ситуации, было в понедельник. Дальше пошёл вторник, среда и четверг, где случилось следующее. Министерство обороны Российской Федерации каждый день говорит, что наступления никакого уже и нет, и мы всё отбили, но при этом каждый день чуть позже говорит, а вот сегодня мы снова отбили наступление по этому направлению. И в итоге складывается очень странная ситуация, в которой Российская Федерация о наступлении украинской страны говорит гораздо больше, чем украинская страна, которая, как вы сейчас говорите, да, слушайте, ну, везде там где-то потихонечку наступаем, вот, ну, не надо как-то очень сильно по этому поводу делать. Как это вот складывается всё вместе? То есть в чём глобальная, если хотите, информационная стратегия в данный момент, и почему с такой осторожностью вы и говорите, и призываете говорить о контрнаступательных действиях по разным направлениям на данном этапе войны? Объясню очень просто. Смотрите, мы всё-таки прагматики, да, и мы объективно смотрим на то, что происходит. То есть нам не нужны уропатриотические какие-то картинки. Да, я понимаю, что пропаганда важна, но у нас общество и так отлично мобилизовано, морализовано, потому что те объёмы преступлений, которые оно увидело, не нуждаются в том, чтобы обществу доказывать необходимость ведения активной войны, не только оборонительной, но и контрнаступательной, и необходимость освобождения своих территорий. У нас абсолютно всё здесь уже понятно, есть консенсус общественный, и поэтому придумывать историю о каком-то там фиктивном наступлении или масштабном наступлении нет. Мы очень прагматично и очень чётко понимаем те задачи, которые стоят перед вооружёнными силами, мы чётко понимаем планирование генерального штаба. У верховного главнокомандующего, я имею в виду, у президента Силинского, постоянно, практически в круглосуточном режиме, работает военная ставка, оцениваются те или иные перспективы, направления и так далее, и тому подобное. Идут ситуативные доклады, и нет смысла рассказывать, что мы сегодня уничтожили 44 хаймеров, как это делает господин Коношу. Теперь, что касается Министерства обороны Российской Федерации. Я понимаю, что о нём говорить всерьёз, это немножко странно будет на нашем уровне с вами, мы всё-таки как бы серьёзные, но мне кажется, что это такой своеобразный синдром Алисы, которая провалилась уже в нору, глубоко провалилась, и, соответственно, находится в этой норе и не может выбраться из неё. Им нужно постоянно врать, нужно постоянно придумать какую-то другую реальность, в которой есть великолепные танковые бои, биатлоны танковые, уничтожение неземного количества техники, как вы правильно сказали, эсминцы американские уже разрушены где-то в запорожских степях и так далее. Понимаете, им надо эскалировать тот объём информации, с которого они начинали. Вот они начинали такие первые несколько месяцев, что мы буквально колоннами уже Киев растерзали, тут немножко ещё и уже во Львове будем пить водку и так далее. Понимаете, то есть они это делали, потом немножко успокоились, когда сами были шокированы. Вот картинка, они же ведь всё-таки видят картинки объективные, что делали в Гуччи, что делали в Мариуполе и так далее. Это они фильтруют с точки зрения цензурирования на телеканалы российские, но сами-то они видят. В какой-то момент они провалились вот в эту яму, ну то есть они поняли, что немножко как-то странно мы воюем, то есть мы в основном режем мирных граждан, а сейчас они обратно вернулись, и теперь каждый день нужно рассказывать о каких-то успехах, просто невероятных успехах. А какие могут быть успехи, когда ты отсекли все мосты, например, на том же юге, которые позволяли завозить туда технику, дополнительные снаряды и так далее. Ты же не расскажешь, что мы тут, извините меня, цемента дополнительно привезли, и у нас в четыре дня идёт латание дырки в мосток, которые сегодня ночью опять разобьют и тому подобное. Это же не успех, правильно? Ну не будет же господин Коношенко выходить сказать, мы сегодня залатали четыре моста и воздвигли через Днепр ещё три понтона. Это как бы будет звучать нелепо. Это же герои, да? Они же там нас в белых скакунах с саблями бегают по линии фронта и всех уничтожают. Вот поэтому они придумали такую сказку, что сначала они утром говорят, нету никакого наступления, не волнуйтесь, ну чтобы типа панических настроений не было. А вечером говорят, смотрите, мы так успешно отбили наступление, а параллельно уже в шестой раз взяли село Пески, да, ну в Донецкой области и так далее. Вот это эскалация и промышка. Поэтому здесь нету ничего удивительного. Мы прагматично и объективно смотрим на картинку и рассказываем, что значит контрнаступление в украинском исполнении. Министерство обороны Российской Федерации продолжает находиться в норке. Ну, не выглядит, конечно, как Алиса, а выглядит гораздо хуже, отвратительнее и так далее. Но тем не менее, пусть они в этой норке и пребывают. С вами трудно не согласиться, Михаил. И есть еще одна тема, которую хотелось бы с вами продолжить обсуждать, учитывая, что начали мы с вами ее еще где-то в середине недели. Это миссия МАГАТЭ, которая добралась до Запорожья, попала на территорию Запорожска АЭС. Но есть один нюанс, что называется, была же договоренность между миссией МАГАТЭ и Владимиром Зеленским о создании демилитаризованной зоны вокруг этого объекта. Что вы можете сказать по этому поводу, учитывая, что, кажется, это обещание пока еще очень далеко от исполнения? Ну, мы, безусловно, имели определенные договоренности, но вы сами видели и поведение господина Грусина. Но давайте, во-первых, дождемся. Сегодня, наверное, будет его брифинг предварительный, чуть-чуть попозже. Послушаем, все-таки он уже не будет находиться на территории оккупированной России и сможет, наверное, более свободно рассказывать то, что он там увидел. И потом дождемся еще отчета. Возможно, будет какой-то отчет, который позволит дальше двигаться к ключевой договоренности о том, чтобы была зона демилитаризации 10-15 километров вокруг самой АЭС и выведены войска с АЭС. Посмотрим. Ну, вообще, честно говоря, практически многие договоренности, которые были между Грусиком, главой миссии и господином Зеленским, они, в принципе, не выполнены. Например, одна из ключевых была для того, чтобы не было двузначного трактования. Мы же понимаем, смотрите, российская сторона тоже говорит, что Украина там стреляет. Ну, мы же прозрачны в прямом эфире, мы с вами это прекрасно знаем. Поэтому была собрана комиссия МАГАТЭ, была собрана большая, мы об этом публично не особо говорили, для того, чтобы обеспечить безопасность и так далее. Была собрана большая группа журналистов европейских, американских, независимых, которые должны были вместе с ними проехать. И под их, скажем, камерами должны были провести определенные исследования того, что происходит на АЭС. Всё это было, конечно же, не выполнено. Россия категорически отказалась. А Гросси практически не каким образом не попытался надавить на Россию, сказать, что необходимо пропустить, для того, чтобы мир увидел реальную картину происходящего. Ну и дальше вы видели спектакль, где вот этот субъект в синем костюме, удивительный персонаж. Я думаю, что нужно будет по нему расследование вам провести. Ренат Корча, да, очень интересная биография, который проводил и рассказывал, даже отвечая на вопрос, почему снаряд, не разорвавшийся, лежит так, как будто его стреляли с оккупированной части территории. Он придумал там версию, что снаряды делают тройное сальто в полёте, и поэтому выглядят так. Как будто их стреляли с другой стороны, но выглядят вот так вот. Смотрите, на мой взгляд, миссия МАГАТЭ, сам факт её приезда был важен с точки зрения, что Россия несколько опасливо ставится к претензиям, которые к ней предъявляет мировое сообщество, и всё-таки реагирует как-то. Безусловно, эта реакция является эффективной, не в полном объёме. Тем не менее, с другой стороны, мы понимаем, что МАГАТЭ и любой другой международный институт — это не того уровня института, не с той волей, не с теми сотрудниками, которые могут сломать и доказать что-то Российской Федерации, когда она стоит, её представители стоят с автоматами вокруг и так далее. Потому что нам кажется, что если Гросси не заявит, что он увидел военную технику, что он не получил доступа к инженерным залам... Так мы же видели кадры буквально, мы же видели видеозапись, где стоят вот эти, собственно, грузовики военные. Если вот господин Гросси, ну чтобы уже как бы завершить, пока мы не получим отчёты, да, если господин Гросси не сделает в своём заявлении очевидных вещей, не подчеркнёт очевидные вещи, наличие военных, никакой там радиационной, биохимической, другой защиты, понятно, не нужно было, до этого там не было, тут ни с того, ни с сего надо было. Если он не покажет, например, что они имели возможность зайти в машинные залы и оценить индикативное состояние реакторов, это будет второй сигнал. И третье, если он скажет, что не обсуждал с российской стороной то, о чём вы спрашиваете, демилитаризацию отвод войск, будем считать, что этой миссии физически не было. Была имитация какого-то там действия, для того, чтобы всё-таки МАГАТЭ сохранила возможность получать донаты от тех или иных представителей атомных государств. Спасибо большое. Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк был с нами на связи. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Продолжение следует...